Армия Ирака захватила в Масуле территорию, где находилась соборная мечеть Анурии. Военные считают это победой над исламским государством. Власти ожидают, что битва за Масул завершится в ближайшие дни. В США вступили в силу некоторые постановления из закона Дональда Трампа о запрете на въезд для определенных категорий граждан. Невест будут рассматривать как близких родственников, то есть разрешения на путешествие в страну у них не будет. Италия грозится закрыть свои морские порты из-за наплыва беженцев. Европейский Союз говорит, что готов активнее поддержать Рим. Жительница Перу превратила свой дом в приют для больных и покалеченных собак. Она подбирает их на улице Лимы. И таких бедолаг огромное множество. Силы иракской правительственной армии в четверг взяли под контроль территорию западного Масула, где находится разрушенная соборная мечеть Аннурии. На прошлой неделе ее взорвали боевики исламского государства, запрещенные в РФ и других странах террористическая организация. «Рано утром мы пошли на штурмплощади, где находились мечеть Аннурии и минарет Аль-Хадба. Мы освободили ее, но бои продолжаются, поскольку необходимо зачистить весь район». Армия Ирака считает взятие разрушенной мечети Аннурии победой над ИГИЛ. «Мечеть очень важна. Во-первых, она историческая и много значит для жителей Масула. Во-вторых, именно в этой мечети террорист Абу-Бакр Аль-Багдади объявил о создании лжегосударства». Власти Ирака ожидают, что долгая битва за Масул завершится в ближайшие дни. Военным ещё предстоит зачистить несколько кварталов западной части города, где засели оставшиеся боевики. Тем временем мирное население продолжает бежать из старого Масула, спасаясь от боевых действий. Иракские военные в четверг на грузовиках перевезли сотни человек, которые направлялись в центры для беженцев. Операция по освобождению Масула началась в марте 2016 года. Последние восемь месяцев шли бои за сам город. Его восточную часть отбили у ИГИЛ в январе. После этого начались сражения за западный Масул. Террористы заняли город три года назад. По данным гуманитарных организаций, за это время Масул покинули почти 900 тысяч мирных жителей. Оставшиеся люди страдали от недостатка продуктов и медикаментов. Многие погибли из-за боевых действий или от рук исламистов. Вашингтонский аэропорт имени Далеса после вступления в силу запрета на въезд для граждан некоторых мусульманских стран. Суматохи либо протестов не видно. Ограничения не такие строгие, как в изначальной версии, подписанные президентом. Некоторым категориям путешественников въезд открыли. Запрет касается граждан Сирии, Судана, Ирана, Йемена, Сомали и Ливии. Им на 90 дней закрыт въезд в США. Приём всех беженцев приостанавливается на 120 дней. Указ Дональд Трамп подписал ещё в марте. Однако он был оспорен в судах. Недавно же Верховный суд постановил восстановить запрет. Исключение сделали для тех, у кого на территории США есть близкие родственники или деловые связи. Но это надо будет подтвердить документально. То есть, въезжающие должны соответствовать юридическому термину «бона фидес» – «честные намерения». Действие указа Дональда Трампа не будет распространяться на тех, у кого уже есть действующие американские визы или вид на жительство. Кроме того, из постановления исключён Ирак. Некоторые пассажиры всё равно критикуют закон. «В Турции всё намного жёстче. Меры там просто чрезвычайные. Меры безопасности намного более экстремальные, чем здесь. Там я чувствую, что комфорт на первом месте, а гражданские права на втором. Я к этому привыкла. Но как американка, когда я надеваю этот образ, то я к такому не могу привыкнуть. Я определённо чувствую, что мои права нарушают». «Большинство мусульман чувствуют, что это не лучший способ продвигать мир и бороться с терроризмом, чего мы хотим все. То есть, мусульмане больше всех страдают от терроризма. Но мы уважаем все решения, которые принимает Америка. Я просто надеюсь, что она будет стремиться к миру и гармонии». Как было объявлено в среду, под категорию близких родственников не подпадают бабушки и дедушки, невесты и женихи, а также родственники со стороны мужа или жены. Однако позже стало известно, что невестам и женихам всё-таки решили выдавать визы. Обладателям Green Card придётся также подтверждать наличие близких родственников США. В противном случае запрет на въезд будет распространяться и на них. В африканской стране Малави открыли воздушный коридор для использования дронов в гуманитарных целях. Проект осуществляет детский фонд ООН «ЮНИСЕФ» при поддержке местных властей. «Эта инновация поможет нам несколькими способами. Помимо доставки медицинских проб в исследовательские лаборатории, это также картографирование, землеустройство и другие важные сферы». Малави часто страдает от засух и наводнений. В некоторые отдалённые регионы сложно добраться на транспорте, чтобы своевременно доставить гуманитарную помощь жителям. Дроны призваны решить эти и другие проблемы. «Можно видеть способности дронов в сферах доставки лекарств в медцентры, учебных материалов в школы, в сфере связи с регионами, которые не охвачены телекоммуникационными сетями. Полученные изображения помогут в прокладке дорог, исследованиях состояния окружающей среды и в планировании инфраструктуры. Частный сектор также получает доступ к исследованиям, и таким образом Малави теперь появится на карте». Протяжённость воздушного коридора – 40 километров. Он первый в Африке и один из первых в мире, которые будут использовать исключительно в гуманитарных целях. Италия продолжает принимать тысячи беженцев. Их с переполненных лодок в Средиземном море спасают неправительственные организации и доставляют в порты страны. Только за последние несколько дней на территорию Апеннинского полуострова попало около 12 тысяч мигрантов. Ситуация сложилась настолько критическая, что итальянские власти пригрозили закрыть морские порты страны для неитальянских судов. «В ответ Еврокомиссар по внутренним делам сказал, что Евросоюз готов активнее поддерживать страну». «Мы готовы увеличить поддержку Италии, включая финансовую поддержку, если она необходима. Все страны-члены теперь должны проявить солидарность по отношению к Италии». Он также отметил, что Италия должна быстрее обрабатывать заявки мигрантов. «Италия должна принять меры, чтобы ускорить процедуры и лучше управлять потоками мигрантов на своей территории». С 2014 года Италия приняла более полумиллиона мигрантов, прибывших на лодках. В прошлом году число достигло рекордного уровня – в 181 тысячу человек. «У нас у всех есть гуманитарное обязательство спасать жизни людей. Это должно быть нашим приоритетом. Конечно, мы не сможем заставить решать эту проблему только несколько стран Евросоюза». Как ожидается, этот вопрос обсудят на следующей неделе в Таллине. Там состоится встреча министров внутренних дел ЕС. На острове Элис в Нью-Йорке собрались известные в США производители хот-догов, чтобы представить свои фирменные сосиски в булке. Мероприятие проходит в честь национального месяца хот-дога. Этот остров выбран не случайно. Цель организаторов – показать связь популярного бутерброда с историей мигрантов в США. Раньше на Элисе был крупнейший в стране центр по приёму мигрантов. Он работал с 1892 по 1954 годы. Потом на его месте появился музей миграции. Все компании, которые участвуют в мероприятии, основали семьи иммигрантов. «Я начал думать, как сделать историю иммиграции интересной. И я подумал о еде. Я сказал, знаете что, я организую приготовление хот-догов, потому что хот-доги – это весело». В начале 20 века, когда был разгар переселения в США, через центр проходило по пять тысяч человек в день. На сегодняшний день около ста миллионов американцев могут найти в родословной тех, кто попал в страну через остров Элис. Все участники не только раздают хот-доги, но и рассказывают об истории своих компаний. «Когда узнаёшь всю историю и понимаешь, через что прошёл мой предок, то переполняешься чувствами. Он приехал сюда из Италии трёхлетним мальчиком, буквально с пустыми руками. Но он преуспел в жизни, и его имя появилось на вывеске. Для моей семьи это очень важно». Мероприятие будет продолжаться весь июль. В это время года Тихоокеанское побережье в Лиме пустынно. Поэтому местная жительница Сара Маран приводит своих собак подышать морским воздухом и побегать по пляжу. Всех этих питомцев женщина подобрала на улицах перуанской столицы. Они были больны либо покалечены. Всё началось 10 лет назад, когда Сара взяла первого пса, сбитого машиной. С тех пор двери её дома открыты для всех уличных больных собак. Сейчас их здесь 70. «Вынести присутствие 70 собак непросто, но возможно. Мы помогли многим из них вылечиться, а некоторым нашли новых хозяев». В приюте есть собаки, которые даже не могут встать. Таким нужна постоянная забота. Многих питомцев Сара обеспечила инвалидными колясками, и они снова могут ходить на прогулки и даже бегать. Но, по мнению женщины, этого недостаточно. У каждой собаки должен быть хозяин. «Многие собаки выздоровели. И всё же печально то, что они могут ходить, но не могут обрести новый дом». Главная трудность Сары в том, что каждый день этих четвероногих нужно чем-то кормить. Ей помогают сердобольные соседи и даже незнакомые люди, узнавшие об этом импровизированном приюте. Сама женщина уверена, для её питомцев самое важное – это любовь, которую она им дарит, не скупясь. В Каракасе с новой силой вспыхнули беспорядки. Венесуэльцы вышли с протестом после заявления Мадуро о попытке госпереворота. Поводом послужила атака на здание Верховного суда и МВД, которую совершил полицейский вертолёт. По словам председателя Верховного суда, напавшие сбросили несколько гранат. Однако протестующие полагают, что эта атака инсценирована самим правительством. Она даёт повод ещё жёстче подавлять протесты перед созывом Конституционной ассамблеи, которая может изменить основной закон страны. Оппозиция, занимающая большинство в парламенте, опасается, что поправки в Конституции позволят Мадуро создать однопартийную систему и взять власть полностью в свои руки. «Мы хотим добраться до Национального избирательного совета и сообщить, что Конституционная ассамблея мошенническая. Она незаконная, создана своевольно, она неконституционная и поддерживает диктатуру». Оппозиционеры требуют проведения честных президентских выборов. Мадуро утверждает, что единственный способ обеспечить мир в стране – созвать Конституционную ассамблею. Массовые антиправительственные протесты и демонстрации в Венесуэле начались в 2014-м, а в марте этого года конфликт обострился. Это произошло после того, как Верховный суд принял на себя функции парламента, а депутатов лишил неприкосновенности. И хотя позже суд отменил решение, протесты продолжились. Демонстранты требуют отставки Мадуро. Все массовые выступления против власти жёстко подавляются. За три месяца беспорядков в стране погибло почти 80 человек. Протесты проходят на фоне тяжёлого экономического кризиса. Людям не хватает продуктов питания, товаров первой необходимости и лекарств. Как заставить интернет-тролля взять свои слова обратно? Накормить его тортом, украшенным его же неприятным комментарием в ваш адрес? Такой подход предлагает владелица пекарни и детективного агентства в Нью-Йорке Кэт Тэг. «Итак заказывает торт человек, которого каким-то образом потроллили онлайн. На Фейсбук, в Твиттер, Инстаграм или ещё где-то. Тролли на то и тролли, что троллят везде. Вы присылаете нам скриншот комментария, и мы пишем его на торте. И если вы знаете, кто этот человек – замечательно. Если нет – не беда, мы его найдём». Кэт уверена, отвечать на чужие цинизм, ехидство и прочий негатив шуткой – отличный выход. «Тролли продолжают писать гадости, но моя задача – посмеяться над этим. Думаю, если кто-то хочет демонстрировать наглость, то это забавно, и мы посмеёмся над ним. Здесь нет никакого негатива. Смысл в том, что если кто-то сказал вам что-то, что вас задело, вы можете подшутить над ним таким праздничным способом». Услуга стоит от 30 до 60 долларов. В неё входит выпекание торта с надписью «Поиск адреса дома или офиса вашего тролля» и доставка ему этого неожиданного подарка в коробке из конфетти. При этом сайт Кэт предупреждает, что не все заявки будут приняты. Ну а тролли в ответ пока молчат. «Я уже отправила 50 или 60 тортов, и никто из троллей мне ничего не ответил». Кэт также предлагает клиентам размещать на тортах их любимые твиты Дональда Трампа и отправлять их в Белый дом. В Росарио, родном городе знаменитого футболиста Лионеля Месси, повышены меры безопасности. 30 июня нападающий Барселоны женится здесь на своей девушке Антонелли Рукоца. Они знакомы с детства. У будущих супругов уже двое сыновей. Лионель Месси живёт в Испании, но свадьбу решил сыграть именно здесь. В Росарио пары много друзей, с которыми они постоянно поддерживают связь. «Я всегда был рядом с ним во время самых важных событий, таких как крещение его детей. Я рад узнать, что он нисколько не изменился. Просто он именно такой». Жители Росарио тоже ценят решение Месси сыграть свадьбу в родном городе. «Удивительно, что он сделал такой выбор, несмотря на свою славу. Ведь он такой важный и знаменитый человек». К приезду Месси местные уличные художники даже решили написать картину. «Моё увлечение – футбол и живопись. А Месси – прекрасный пример скромности. И это отражается прямо здесь, в его отношениях с ребятами, друзьями и соседями. Они чувствуют, что близки ему, а он близок им». На свадьбу в Росарио прибыли примерно 600 гостей. Среди них – знаменитые футболисты и звёзды шоу-бизнеса, в том числе Шакира. Лионель Месси вернётся на футбольное поле в августе после «Медового месяца». «С этой презентации началась смартфоновая революция. Январь 2007 года. Глава Apple Стив Джобс представляет со сцены в Сан-Франциско. Первый айфон». Шесть месяцев спустя люди по всем США выстроились в очереди, чтобы купить такие телефоны себе. «Прекрасно. Возьму себе оба». Сегодня знаменитый смартфон празднует 10-летний юбилей. За это время Apple продала более миллиарда айфонов, но старт революционного гаджета был ухабистым. Первый айфон не включал App Store. Он был ограничен только сетью оператора AT&T и был достаточно примитивным по сравнению с сегодняшними версиями. Сама концепция удивила поставщиков Apple, и продажи в самом начале были вялыми. Но после года на рынке iPhone сделал большой скачок. Это произошло после того, как Apple представила App Store. С тех пор продажи росли. «Айфон не собирается уходить. Он пример того, как мы будем связываться друг с другом в будущем». Поклонники и инвесторы уже с нетерпением ждут выхода iPhone 8. Он намечен на осень. Ходят слухи, что в новой версии будут новый экран, поддержка приложений виртуальной реальности и 3D-камера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова